Амурская область. Будущий космодром Восточный. В этих краях зима давно полноправная хозяйка. Столбик термометра на минус 20, но суровые условия не помеха. Работы идут круглые сутки. Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин и глава Роскосмоса Олег Остапенко в преддверии Нового года посетили строящийся космодром Восточный. Особое внимание к стройке не случайно, ведь Восточный для страны объект особой важности. Объективно ракета космической промышленности страны будет сдвигаться на восток. Здесь у нас все перспективы. Здесь у нас Тихий океан, здесь у нас великие державы рядом, в том числе космические державы. И здесь Россия должна нарастить свои космические плечи. Космодром Восточный Один из самых масштабных проектов России. В ноябре 2007 года был подписан указ президента России о создании космодрома в Амурской области. С 2008 по 2010 проводились изыскательные и подготовительные работы. Первый камень в строительство Восточного заложен в августе 2010 года. Первый пуск ракеты-носителя планируется на 2015 год. Первый запуск пилотируемого космического корабля с Восточного в 2018 году. Так выглядели эти места еще несколько лет назад. Вокруг непроходимая тайга и первый камень будущего космодрома. И вот декабрь нынешнего 2013 года. Площадка, откуда будут стартовать первые ракеты-носители «Союз-2». Один из главных объектов Восточного – будущий командный пункт. Отсюда прозвучат первые слова «ключ на старт». На данном объекте используются новые технологии. Это такие, как муфтовое соединение арматурного каркаса, которое не допускает ослабления, которое используется при обычном домостроении. Это сварка, вязка. То есть они усиленные и работают как целый стержень. Здесь идет толщина стены. Толщина стены у нас 600 миллиметров. Во время старта ракет сгорают тонны топлива в секунду. Температура реактивной струи свыше 3000 градусов. Бетон плавится. Хотя командный пункт расположен на безопасном расстоянии. Нагрузка на конструкцию здания будет гигантская. Стартовый комплекс, монтажно-испытательные, помещения для предполетной подготовки космонавтов, кислородно-азотные и водородные заводы. Железнодорожная ветка, аэропорт – это лишь часть масштабных объектов, которые потом назовут одним словом «космодром». Любой человек, который принимает участие, испытывает чувство гордости на этом объекте, что он принимает участие, естественно, ответственность за это несет определенную. Первый запуск с нового космодрома запланирован на конец 2015 года. Ракета «Союз-2» выведет на орбиту научный спутник для исследования Луны. Здесь же, с Восточного, будет стартовать и новейшая «Ангара». Это семейство перспективных ракет-носителей модульного типа. Собирается как матрешка – от легкого до тяжелого класса. Топливо экологически чистое, кислород, керосин. Именно «Ангара» должна сменить пилотируемый «Союз» и стать главным перевозчиком космонавтов на орбиту. Один из главных плюсов Восточного – удачное расположение. Расчетом баллистиков лишь первая ступень опустится на сушу, остальные – в акваторию океана. Поэтому большинство космодромов мира расположены недалеко от побережья. Новый космодром станет не просто местом запуска аппаратов. Рядом вырастет современный космический центр, конструкторские бюро, научные лаборатории и даже телевизионная студия для трансляции запусков ракет-носителей. Мы в открытом поле строим новый город для будущего российской космонавтики. Сказал, конечно, громко, но по сути это так. Здесь все будет новое, здесь будут новые сети, здесь новые котельные, новые водозаборы, новые водоводы, новые дома будут монолитные, с красивыми вентилированными фасадами, с широкими проездами. Ну, это современный красивый город, который будет радовать глаз. Вот этот котлован для фундамента жилых домов. Здесь поселятся те, кто приедет работать на космодром. Сдача первых 17 домов лета 2015-го. Вице-премьер особо отметил, это должен быть не просто населенный пункт, а наукоград, для которого есть уже и название. В честь основоположника отечественной космонавтики Константина Циолковского. Мы, когда строим космодром, мы имеем в виду, что речь идет не о станках, да, и не только оборудовании, не только о ракетах. Это люди, прежде всего, молодые люди, да, которые могут поехать сюда, на восток страны, создавать новый космодром и в том числе формировать новые программы, которые будут связаны с развитием космической промышленности. Это должен быть центр притяжения всех молодых талантов, которые задумываются о будущем космоса для России, для русского космоса. А это уже объект культуры и экспонат будущего космического центра. Настоящая спускаемая капсула корабля, в которой вернулся с орбиты российский летчик-космонавт Роман Романенко. Здесь, на Амурской земле, Роман уже бывал. О природном богатстве этого края знает не понаслышке. Практически круглый год здесь погоды замечательной, облачности нет, всегда доступ в космос. Регион хороший, все натуральное. Рыба, ягоды, грибы. То, что надо для космонавта, чтобы он набрался сил, оздоровился и улетел в космос. Торжественные мероприятия по установке памятника провели в городке Углегорск. И как только завершилась официальная часть, мальчишки тут же устремились к аппарату. Сколько там? А сколько сюда людей? Возможно, нынешняя встреча с космонавтом и первое знакомство с космической техникой станут для них судьбоносными. И вскоре эта ребятня впишет новые страницы в славную историю российской космонавтики. Продолжение следует...